Да неужели? Ну слава тебе, Господи! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и ползет наш милый, одноволосый карапуз, как остроумно заметил кто-то в комментариях, Балди Начало. Да, немного, возможно, немного смахивает, правда, я пока не вижу в его... Я пока не вижу в его глазах этого мерзкого, поганого, мразотного огонька, который будет заставлять его шлепать детей линейкой каждый день, там, в течение 365 дней в году, 24 на 7. И пока что это милый малыш, но все мы когда-то, ребята, вырастаем, и каждый из нас вырастает по-разному. Вот этот, возможно, вырос в математическую мразоту такую с линейкой. А может быть и нет, может это и не он, может быть это... Гаммер Симпсон, кстати, у него, по-моему, тоже там... А, но у него больше, чем один волосок на голове. Но неважно, в общем, мы продолжаем играть в Life as a Game, жизнь это игра, третья уже серия идет у нас, я попытаюсь на этот раз получить какую-то другую концовку, отличную от двух предыдущих. Я буду стараться, скажем так, я более-менее помню выборы, которые я совершал в прошлой серии, в позапрошлой уже как-то не очень, но в прошлой помню, я попытаюсь совершить все по-другому. И мы посмотрим, к чему это придет. Возможно, я даже стану, наконец-то, хорошим отцом, черт побери, хотя уже сильно уже в этом соревновываюсь, что это возможно. Итак, выбор. А вот не будем совершать это, вот не будем мы кататься. И что будет, если мы не будем кататься? Будем... будем просто ловить молоко. Может, я вырасту недоношенным. Это интересный, кстати, вариант. Давайте попробуем вырасти недоношенным. И это не будем делать. Я это все делал, а сейчас вот не буду. Сейчас вот я такой ребенок не хочу. Ну ладно, поиграюсь с ребенком, а рисовать не буду. Вот так вот, все. Нет у меня способностей к рисованию. Слушайте, а он поймает, что ли, эти лампочки? Серьезно? Да, он поймает, он высоко прыгает довольно. Ну, что-то я вот этого малыша поймать не смог. Мне надо лампочек побольше поймать, то я вырасту полным дебилом, наверное. Давай, художник! Художником я еще не был ни разу, правильно? Еще спортсменом не осталось побывать, да? Так, вот такой вот я художник, который абсолютно игнорировал своих родителей. Так, так, подождите. Мне, мне надо ловить... Мне надо ловить... А чем я... Кто это нахуй? Ну, вот это посимпатичней. Новый друг, да. Смотрите, я... Вот, вот это я должен ловить. Я должен ловить... Ну, разумеется, не запрыгнуть... Запрыгнуть на жопу своему... Однокласснику, святое дело. Это мы никогда не пропускаем. Так, смотрите, я должен ловить как можно больше художнических приспособлений, и тогда у нас все будет зашибись, правильно? Я уже подрос... Я уже подрос, так все, мы ловим деньги. Мы ловим деньги, и у нас падает настроение. Падает настроение, но при этом... Так, не будем ей помогать. Пошла ты в жопу. Что это? Упс. Что, упс? Что? Что, упс? Что, упс? Я... Я хорошо выполнял свою работу. Не надо мне рассказывать. Так. А, понятно. То есть, человек, который хотел стать художником... А что это дождь на меня капает? Почему на меня дождь капает? Синоптики, помогите. Что это за... Что это за несправедливость? Зевс, за что? Что я тебе сделал, Зевс? Ну, давай вот эту срань возьмем. Так. Купим машину. У меня, видите, денег в этот раз больше. Купим грузовик. Не знаю зачем. Дальнобойщиком буду охеренывать. Смотрите, какая... Какая точила просто... А, кстати, надо же, да. Надо же... Периодически звонить там кому-то. Я и забыл совсем про это. Так. Ну-ка. Вот, блин, а. Ой, блин. Ой, не получается. Слушайте, я вообще одинокий сдохнул. Ну, давайте хорошо. Давайте вот это и предложим. Ура, мы с тобой будем под дождем круглыми сутками. Почему? Что это за охренеть? Почему тут... Тут мне говорили, надо какую-то лестницу выбрать. Если я выберу здесь лестницу, то тогда буду хорошим отцом. Где лестница? Велосипед. Где лестница? После свадьбы выбрать лестницу, говори. Вот лестница. А ее нельзя выбрать. А что это за охренеть? Так, давай позвоним жене. Пофигу. Жене позвоним. Надо почаще звонить жене. Так, чего-то там 0,7 у меня каких-то наборов жратвы или что это, я не понимаю. Так, ребята, мы, по-моему, движемся опять к какому-то говну. У меня, по-моему, опять говеные концовки будут. Я деньги... Я все эти... Да что такое? Я не понимаю. Что это за хрень? Так, еду мы перепрыгиваем, да, наверное? Жрать нам, наверное, нельзя. Так, опять звоню своей возлюбленной, любимой, дорогой. Кстати говоря, я ей-то звоню, а вот, между прочим, меня совершенно не хватает на мою художническую деятельность. Художником я точно не буду, да? Ну, зато смотрите, зато смотрите, сколько денег. Зато сколько денег я в этот раз. Так, подлечились немножко. Давай опять звоним. Дорогуша моей родникой. Что это такое? Это проект дома, который мы можем себе позволить. Опять конура, что ли? Да я столько бабла собрал. Идите нахрен. Тут можно стать богатым или нет в этой игре? Я хочу стать богатым. Да, это опять мы... Нет, 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 нет. Не надо мне этого, пожалуйста. Что это такое? Ой, замечательно. Хороший выбор. У вас хороший. Все, прыгать уже нельзя, да? А, можно? Смотрите. Это я не буду, это я не хочу. Поиграем с внучком. С внучком поиграем. Все, все. Теперь это наш ребенок. Пошли нахрен. Теперь мы с ним будем играть. Хе-хе. Да. Не отдать им. А не отдать... Ай. Смотри, старые, что делают. Вообще распоясалась молодежь. Забирают. Отбирают просто у нас вот детей. Не наших. Чужих, правда. Своих. Ну да ладно. Так, звоним теперь, получается, этим своим отпрыском. А че ты не перепрыгнул? Че тупой? А, все, он не может уже прыгать. Видите, уже. Уже вот осталось вот как пройдет, так и пройдет он свою эту зеленую милю. Если можно так выразиться. Ну, в общем-то и все. Сейчас опять я в гроб лягу. Что вот это за облако? Я не понимаю. Почему Зевс на меня сыт круглосуточно? Кругложизненно, я бы добавил. Что это за срань? Это за срань. Как чем я заслужил? Так, кроме жены никого и нет. Потому что я только с ней разговаривал. Он жил нищим офисным рабочим. У него не было... Блин, я... Твою мать, я во все щелести я позапихал эти сраные монеты. У меня все равно не было денег. Это как вообще? Почему у меня нет денег? Он от друзей держался на расстоянии. Он был холоден. Да неужели? Ну, слава тебе, Господи. Он был холоден по отношению к миру. Но тепло относился к своей жене. Люди говорят, что он был хладнокровным. Он... Я думал об остальных слишком много. А что насчет меня? Что было со мной? Слушайте, вот знаете, вот это вот завершение вот этой вот всей истории, вот когда начинается перемотка назад, на меня на одного это какую-то такую грусть прям дикую навевает. Вот каждый раз, уже третий раз мы играем в эту игру. И третий раз, когда вот начинается перемотка времени назад, когда он осматривает свою жизнь. Это вроде бы какая-то... Это обычная андроид игра пиксельная. Так не должно быть. Ну, почему у меня сразу такая на меня меланхолия какая-то дикая надвигается, когда я на это смотрю? На вот это вот... Как-то сразу быстротечность жизни прям вот прям перед глазами у тебя. Это, кстати, это очень сильно сделали разработчики, вот этот момент. Блин, я был великолепен и видел внуков в том, чтобы общаться с внуками, я был хорош. Да, хорош! Один раз на плечах покатал. Хорош, вообще зашибись. Дедушка, дедушка, лучший дедушка на свете, блин. Но это было также довольно утомительно. Да, конечно, утомительно. Понарожают этот трендюков, а ты с ними потом играйся. Сама давай! Сама давай, дочурка! Или сынулька, или кто там. Если бы я только мог вернуться во времени назад. То я бы никогда не женился на этой стерве, да? Это было бы прекрасно. Так. Это было бы то же самое со всеми остальными. Что было важным насчет машины? Я должен был потратить бабки, которые заработал в 20-е. Да, машину мы охеренную выбрали, да? Тачка просто топ, ребята. Хоть сейчас Инстаграм заводи и со всех концов ее фотографируй. И Илон Маск с Теслой просто отсосет. Вообще. Должен делать то, что они тебе говорят. Я даже не могу запомнить твоего лица. Да не то, чтобы мне это было нужно. Ой, у него, наверное... Он, наверное, поговорил с своей женой. И таким образом на мне свою злость выместил. Господи, ты в конце своей жизни вспомнил какого-то мудака, который тебя читал на работе? Что с тобой не так? Что с тобой не так? Ты же должен был преисполниться какой-то мудрости хоть немного. Что ты вспоминаешь? Какую-то хрень. Какой-то мудак на работе. Что-то там. Ты дедушка. Ты должен вспоминать внуков. Какие-то свои, может быть, достижения ты вспомнил. Друг. Более как... Она была более как, честно говоря, посторонний человек, если откровенно. Я... Сразу же это бросил. Стоило делать, наверное, что-то другое. И в детстве вообще ни хрена. Детская жизнь социальная просто отсутствовала. Это, знаете, это жизнь самого ленивого, самого фрагматичного ребенка на свете. Ну, в общем, вот и все. Получили мы еще одну концовку. Что это? А, это что-то можно купить. Ну, может, куплю. Посмотрим. Какой-то пэкэдж. Какой-то пэкэдж можно купить, понятно. Типа... Типа новые возможности баб. О! Новогодний. Слушайте, может быть, даже прикуплю. Ну, если, конечно, сильно дорого не будет. Там, 100 миллионов долларов. Ну, это вряд ли. Представляю себе. Это было бы смешно. Заплатить всего лишь 100 миллионов долларов. И там один только Джефф Безос играет в эту игру. Прекрасно вообще. Ну, ладно. Давайте на этом будем заканчивать. Я, наконец-то, стал хорошим мужем. Я вообще не стал отцом по какой-то причине в этот раз. Наверное, потому что я не выбрал там ребенка где-то в каком-то моменте. Или просто эксперимента ради. Но, как минимум, я хороший муж. Это уже, знаете, это уже ступень наверх немножечко. Это уже можно порадоваться. Потому что был вообще хладнокровный ублюдок. Просто все и вся меня терпеть не могли. Только там один раз в баре затусил там с каким-то мужиком. Помню. Мы там стояли с пивными кружками и ржали. Все, больше ничего не помню. Ну и прекрасно. Давайте на этом будем, в общем, завершать. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК. Ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.